Добрый день всем любителям стратегии в реальном времени. В микрофонах Ю. Мы с вами продолжаем играть в компанию Heroes 3. Проходим кампанию операции в Северной Африке. У нас на очереди следующее задание под названием Огонь с огнем. Давайте начинать. Мы встретились с британскими войсками около Мичили. Они были уставшими, но дружелюбными. У них был собственный чай и носильщики, чтобы они чувствовали себя как дома. Но война все равно брала свое. Вода и еда быстро заканчивались. А пустыня была таким же врагом, как и немцы здесь. Британцы знали Ромеля. И он заставлял их нервничать. Я долгое время не мог понять, почему. Это, получается, у нас приближаясь к Газали. 3 мая 1942 года. Так. Стерты, по-моему, какие-то катаются. Джентльмены, как вы знаете, припасов мало. Но случилось кое-что похуже. Британцы разместили свои бронированные части на пути к нашим линиям снабжения. Мы можем здесь сидеть неделями и ждать, пока припасы придут в обход через знойную пустыню. Либо мы можем ударить сейчас и вернуть назад все свои линии и лечь спать сытыми. Мы в меньшинстве, у нас будет мало подкреплений. Но враг не счита нашим танкам и нашим аппетитам. Двигайтесь вперед и уничтожьте вражескую броню. Спасите вернее то, что нужно, чтобы обеспечить победу и путь к нашим припасам. Я знаю, что мы все выдыхаемся, но я сам беру инициативу на себя. Следуйте за мной. И давайте закончим это как можно быстрее. Окей, хорошо. Так, что у нас тут? Чтобы получить доступ к нашим припасам, нужно уничтожить вражеские военные ниты. Помните, мы не можем допустить больших потерь. Если мой командный танк будет уничтожен, мы будем вынуждены отступить. Это значит, что сегодня ужина не будет. Блин, тяжело переводить это все. Особенно, когда он тараторит так быстро. Companion Buildings not available. Ну, понятно, короче говоря. Так, уничтожьте 12 вражеской техники и защитите командный танк. Ну, то есть он не должен получить много урона. Я так понимаю, ремонтировать его тоже не получится или что? Так, это у нас Мардер. Мне кажется, или Мардер какой-то... Какого-то странного размера. Мне всегда казалось, что он намного больше... был. Так, ну хорошо. Значит, надо забрать Сэпплая. Вон там, кстати говоря, танк. Штюк наш. Алиэса. Что-то они там дым пускают. Это не сильно нравится. Так, ну смотри. Давай усилимся машинганом. А здесь усилимся... Огнеметом. Так, ну хорошо. Мардер может стрелять на достаточно... Блин, я может что-то... Я, может, что-то, конечно, забыл, но, по-моему, Мардер всегда мог стрелять достаточно далеко. Так. Армори. Апгрейд для техники пехоты. Это, получается, ускорение ремонта техники. Ну, ускорение ремонта всей пехоты. То есть, быстрее ремонтироваться будем. Так, у нас есть возможность вызвать... Бронетранспортер. Либо... Мотоцикл, мотопехоту. Ну, либо панциргренадеров, либо инженеров, как обычно. Так, ну, слушай, давай... Закажемся. Тихонечко. Так, суплаев мне пока что не хватает. Так, и что, и как тут атаковать? Ага, вот я вижу мины впереди. То есть, нам нужно будет сейчас гренадеров. Второй отряд, который выйдет. Надо будет им этот металло... Миноискатель сделать. А Protect You Command Tank, я, интересно, могу его ремонтировать? Ну, смогу или нет? Блин, у меня сейчас не хватит, да, ресурсов? Чтобы улучшиться. Это печально. Блин, еще здесь такая... Все такое открытая. Позиция. Я что-то даже не знаю, как мы пойдем в атаку. Ну, давайте сначала пехоты попробуем разведать. Что там, да как, впереди. Да, поторопился я. Так, ну это какая-то тупорылая была атака. Честно говоря, со стороны противника. Че они здесь дым накидывают? Я понять не могу. Какой в этом смысл? Так, вон, пойдем потихоньку. Тихонечку пойдем. Сколько тут нужно-то, получается? Блин, 45. А, все, надо вернуться. На свою территорию. Сейчас я, короче говоря, сделаю эту штуку. Потому что, по-моему, от мин и пехоты тоже страдают. Сейчас прогринемся и посмотрим, че там да как. Так, вот он штук. Сейчас мы, скорее всего, его заберем. Он нам, скорее всего, нужен. Нет, я могу свой танк ремонтировать. Не, гренадеры, я так понимаю, могут это делать. А, я не могу танк поднять, потому что у меня популяция, да, на максималке. А, ну все, тогда, если я могу двигаться своими танками, как бы, вообще проблем никаких, я думаю, не будет. Да, я не могу, короче говоря, их поднять, ладно. Идем сюда. Машинка уезжает. Ага, вот видите, заминировано. Так, они не должны их самостоятельно как-то снимать. Да, блин, отходим. Да, блин, отходим. Хорошо, я понял, но у меня пока что этого нет. Что он предлагает сделать-то? А, обломки собирать, чтобы получать, типа, доп. топливо. Понял. Тогда понял. Так, как это происходит? Угу, понял. Так, а гренадёры у меня тоже самое могут делать? Да, могут. И с этого, я так понимаю, я могу снять полезные штуки. А, подсерк-гренадёры тоже. То есть, получается, немецкий танковый корпус, у него каждый юнит может ремонтом заниматься. Я понял. Так, пойдём снимать мины. Штучки мне надо захватывать. А мины надо снять. Ага. Я понял. Я понял. Я, может, эту машинку подниму потом. Так, а вот объясните мне, пожалуйста, я, получается, пополняться-то вообще не могу, что ли, ничем? Или что? Или как? Не понимаю. Так, 5-4. А, ну, у меня просто нечего пополнять пока что. Поэтому. Ладно, хорошо. Так, там что-то движется, по-моему. Хорошо. Откуда они могут запускать дым? Непонятно. Смотри, вон там ещё запускают дым. С той стороны. Так, ну смотри, нам нужны саплайи. Так, и что вы стоите, как истукана? О, там снайпер, что ли? Да, там снайпер. Так, а ты можешь туда пострелять? Нет, он. Мардер так далеко не стреляет. Как мы с вами выяснили, Мардер так далеко не стреляет. Это печально. Так, мин вроде здесь нету. Ой, ребята. Задний ход, пожалуйста. Ты развернись. Тут... Тут мы пополнились, да? Отлично. Идёмся вперёд. Идём вперёд. Идём вперёд. Поехали. Поехали. Сейчас. Поехали. Поехали. Что-то! так хорошо собираем тут так мы его убиваем мы его убиваем все отлично так вот там впереди мины здесь вот да так это получается три техники мы уже уничтожили это что за . а это тоже у них там какой-то только командирский танк что так пойдем искать мины я кого-то могу до заказать могу еще инженеров до заказать так вот они это не эти мины забрал минуту а блин там пулемет уходим поехали вперед как там танк сюда это печально так ну хорошо так мардер на тоже тащить что-то он там у нас далеко находится здесь получается может интересно проскочить пехота или нет мы сейчас все равно придется через центр ехать ну зачем ты так поехал да блин сколько можно мне вот это уведомление это показывать я понял так тут все хорошо замечательно прекрасно пионеры идут дальше так тут восстановились так здесь где-то пулемет должен быть вот он вот он Смогу я его огнемётом? Блин, не смогу, у меня подавили. А, него. Ага, отлично. А я могу туда? Да, слушай, здесь можно пехотой проскочить в ту сторону, но это нам не надо. Так, пока он тут в заднице к нам стоит, мы сейчас его разобьём. Оп. Вах. Отлично. Так, ещё одну технику подбили. Наши панциры их превосходят. Двигаемся дальше. Так, давайте торопиться всё-таки не будем. Инженеры с миноискателями пойдут первыми. Так, а вы-то что-то стоите? Вступайте тогда на позицию. Вот здесь, да, я смогу сделать точку, где можно будет лечить собственные войска. Ага, он, видите, мины. Так, снимаем мины. Ремонтируем технику. Так, ну хорошо, больше вроде как... Нигде мин нету. Поехали чуть вперёд. Так, впереди... Здесь противотанк... Противотанковое орудие. Надо его обходить. Иначе нам задница. Пойдём с фланга, обойдём их. Так. Заказываю или не заказываю? Нет, наверное, не буду. Я всё думаю об этом. Надо мне заказать. Блин, здесь сложно будет пройти так-то. Ну, с другой стороны, кстати, да, надо... Ещё ручной пулемёт добавить. Спасибо за дым. Я им обязательно воспользуюсь. Так, а чё, погнали сначала вот здесь вот зачистим? Там какая-то палатка стоит. Забираем, да и всё. В чём проблема? Вороночку спрячусь. Сейчас мы, короче, обойдём. Их просто-напросто, да и всё. А, блин, там танк. Чёрт, это проблема. Там даже два танка. Так, ну погнали, попробуем. Бросай! Там только один носок я смог бросить. О! А чё эта пушка сюда уехала, лол? Не-не-не, сюда. Сюда-сюда-сюда. Я сейчас тогда её спалю, эту пушку, и всё получается. Чё, она сюда выперлась? Какой смысл в этом? Так, выполняемся. Давай-давай-давай. А, всё. Выбили. Выбили-выбили. Опа. Ещё пушка. Там ещё одна пушка, оказывается. Ой-ё-ё-ё-ё. Конечно, ретрит. Угораешь, что ли? Так, ладно, отходим. Точку мне не захватили. Нет. Прячемся в укрытие. Так, тут пока пополнение идёт. Так, отлично. Добил. Так, надо захватить, короче говоря, чтобы не бегать далеко на базу. Всё будет норм. Всё будет норм. Можно будет лечиться. Прочими штуками заниматься. Так, инжи, 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 инжи. Подремонтируемся. Так, здесь мины у нас ещё, да? Здесь вот такое узкое горлышко. Лучше на правый фланг сейчас надо будет поехать. Два танка уничтожить. Всё, отлично. Всё, сейчас можно будет и лечиться. Чувствовать себя хорошо. Можно на самом деле взять вот это орудие. Попробует там танки тебе расстрелять, не знаю. Подумаем. Подумаю. Так, вот там какая-то пехота бегала. Вот они и мины. Ну, там один бежит. Без шансов. Ушка увидит его? Нет? Блин, нет, уже не увидела. Фигово. Какого хрена? Так, хорошо там отпинались. Так, идём дальше смотреть. Где там этот танк? Вот он. А, их там даже два. Так, что он решил отступить совсем. Что это у него тут? Замовы такие. Дурачок. Дурачок. Так, отлично. Ещё. Одна техника уничтожена. Осталось всего три бронированной техники, на самом деле. Ну, мы тут уже практически всё зачистили. Если уж... Если уж смотреть. Так, снайпер, да? Хреновая техники, на самом деле. Хреновая техники. А, не снайпер, а у него просто этот... Пушка мощная. Так, а тут 17 фунтовка аж. Её можно, кстати, забрать. Так, тихо-тихо-тихо. Никуда не идём. Скорее всего, с этой стороны припрёсся, нет? Ну, она стоячая, да? Она никуда не поедет. Или всё-таки поедет? Хороший вопрос. Пробуем её забрать. Хозяйство пригодится. Да, она чисто стоячая. Её нужно с помощью техники. А я, кстати, могу её с помощью техники? Допустим, взять и подцепить. Скорее всего, нет. Так, здесь пополняемся. Здесь пушка ещё у них стоит. То есть, эту всю историю надо... Обязательно обойти. Так, а почему пополнения нету? А, блин. Потому что я пушку добавил и... Угу. Блин, у меня гренадёры не могут пополниться. Печально, честно говоря. Опа-опа-опа. Ой-ё-ёй-ёй. Так. Давайте, подсветите его мне. Блин. Не то. Не то мне надо было подсветить. Так, куда ты убегаешь, друг мой? Движок уничтожил. Это хорошо. Гранатку им туда. Так, ну зато я теперь снова пополняться могу. Это радует. Так, добили. Это хорошо. Чем уж тогда возьмём вот эту пушечку противотанковую. Прекрасно. Так. Пушки я потерял противотанковые, но не страшно, они были не нашими. Это мне страшно. Так, это что валяется? Ну тоже тут антитанковая какая-то штука. А, нет, слушай, она нам доступна опять. Да чтоб тебя. Всё, отлично. Она мощная, она мощная, конечно. А я, кстати, могу её подремонтировать? Почему-то нет. Почему-то не могу. Ну ладно. Так, у нас... Здесь, на правом фланге тоже... Где-то танк стоит. Интересно, смогу в него попасть? Где-то здесь должен быть. Нет? Блин, ну чё, вы через мишки с песком перепрыгнуть не можете? Вон он. А, не могу, да? О! Это что, кстати говоря? Внутри. Куда ты уехал-то? Давай сюда. Иди сюда. Где ты там? Дайте носочек, я тебя брошу. Ребята, бросаем носки. Так, двигатель уничтожен. Подсветку делаем. Стреляй. Всё. Отлично. Ещё минус один. На правом фланге остаётся у них только командирский танк. Получается. И больше у них ничего. Нету. Я опять не могу пополниться. Потому что, естественно, пушка... Это очень сильно... ...занимает... ...популяцию. Валерий, это плохо. Это плохо. Плохо. Так, там пулемёт... ...накидывает мне. Да, вот видите, панзоргренадёры у меня бы не остались. Неполными отрядами. И это печально. Придётся инженерами воевать. Это явно будет грустно. Так, кстати, а что это у нас такое? Антитанковая штука. Это повышение скорости... ...техники. Ну, это артиллерийский удар. Слушай, а что если нам взять и вот так вот... Блин, надо тоже подсветку делать, да? Так, контратака какая-то очередная. Наперёд гранатку. Чтоб они туда не садились. Открытие разбили. Вперёд. Вызвал я. Блин, там ещё одна. Вот это, сожги мне. Вот это, сожги мне. Носок. Ещё один. Это у нас чё? Это Черчилль у нас приехал. Носок-то ещё один будет? Команда шокирована. Мы их типа оглушили. Ой-ёй-ёй-ёй. Только сейчас заметил, что там переместилась... Переместилась пушка. Так, ну я же могу ещё заказать, допустим, да? А, нет, заказать я не могу. Я могу с помощью вот этой штуки, да, поднять. Нет? Как так-то? Так, вот это надо уничтожить. Можно скорее. О, красавцы. Красавчики. Так, что там по машинке? Да ладно. Ну, видимо, не могу. Да, видимо, снова попыляться не хватает. Да, потому что вот это мне мешается. А они так и не сделали, да, получается, чтобы... Допустим, уничтожить вот эту вот пушку. Ну, то есть, чтобы... Расчёт вышел. Из этого орудия. Они, видимо, это до сих пор не сделали. Это очень странно. Я вам скажу. Так, а что, погнали? Возьмём их технику. В чём проблема? Ой-ой-ой. Панцер-гренадирс, стендинг бай! Так... Ну только стреляй! Панцер-гренадирс, стендинг бай! Панцер-гренадирс, стендинг бай! Панцер-гренадирс, стендинг бай! Панцер-гренадирс, стендинг бай! Так, всё, вся техника врага уничтожена, отлично. Вражеская броня просто металлолом, отличная работа. Наши танки сегодня будут наполнены горючим. Ромель оттеснил нас к Газаля. Снова и снова мы попадались на его агрессию. Его непредсказуемые манёвры заставляли нас бороться за выживание, а его немецкие зенитки подрывали наши позиции, линии снабжения и мораль. Британцы теряли людей, я терял друзей. Наши воздушные силы дали небольшую передышку, но новости из Бенгазия заставили меня сильно задуматься о тех, с кем я сражался на одной стороне. Папа, город сегодня вам били. Я была на рынке. Мама захотела инжира, но прилавки в основном были пусты. Наум сказал мне, что это из-за немцев. Я начал говорить ему, чтобы он не говорил такие вещи, но затем услышал приближающиеся самолёты и пришлось бежать. Мама уже была в убежище, когда я пришла туда. Она заставила меня встать в угол и произнести Шема Израэль. А Ари был там тоже. Он взял меня за руку и сказал, чтобы я не боялась. Бомбы разрывались слишком близко, так что потолок трясся. Когда бомбёжка закончилась, мы вышли наружу. Множество зданий было повреждено. Наш дом уцелел. Но часть дома Аари была полностью разрушена. Он собирается остаться со своей бабушкой. Мама говорила, что самолёты были британскими. Но я думала, что они наши друзья. Я не понимаю. Возвращайся скорее, папа. Я скучаю. С любовью, Салима. Да, любопытная достаточно история развивается. То есть мы как-то играем с Ромеля за немецкий танковый корпус. Нам показывают ещё что-то. Ну что ж, хорошо. Хорошая победа. Один юнит я потерял по глупости. Но, в принципе, всё прошло достаточно хорошо. Ну что ж, на сегодня заканчиваем. Я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что посмотрели. Не забывайте оценивать. Комментируйте видео. Подписывайтесь на канал, если ещё этого не сделали. Или оказались здесь первый раз. Жмите на колокол, чтобы не пропускать выход следующих серий. Ссылку на плейлист прохождения вы найдёте в описании под видео. Всё, у микрофона был Hugh. Увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова